Бердичев – колоритный город. Здесь работает самая быстрая и самая говорливая официантка. Здесь вас легко могут взять в заложники в отеле и показать разборки, как в Чикаго. Ревизор в Бердичеве был впервые и не забудет этот город никогда. А как долго будет помнить ревизора Бердичев, узнаем в страстях. Бердичев – место невеличкое, но, как выявилось, там вируют необычные пристрасти, захопления заручников, наряды милиции и реальные пацаны. Про все это поговорим сегодня у «Стрестях». За ревизором я Сергей Притула. Мы начинаем. Здавалося б, друзья, живем в Украине, 2015 рік, но, когда ревизор заехал в Бердичеве в ресторан «Чикаго», то склалося впечатление, что вернулись або в Америку 20-х, або в Киев 90-х. Чи удалось ревизору выйти сухим из воды, отведавши этот заклад, сейчас увидим. Давайте напоминаем, как это было. «Чикаго» – Бердичев. «Здравствуйте, Наталья». «Добрый ранок». «К вам приехал ревизор». «Мы уже бачим». «Мы уже бачим». «Наталья, а где у вас кухня?» «Тут, будь ласка». «Тут? Я только пойду». «Будь ласка». «Доброе утро. О, о, бегут, 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 бегут. Куда побежали все? Все сбежали и закрылись. Здравствуйте. Меня зовут Вадим, а вас как зовут?» «Я Татьяна». «Татьяна, а вы кто?» «Я старший повар». «Я у вас все посмотрю». «Плита». «Плиту моют». «Вытяжку моют, но есть место, которое моют плохо. Я его увидел. «Здесь висит лампа, и на лампе вот что». «Это просто антисанитария». «Проверим холодильник». «Здесь нарезали отварной язык. Десятое, двенадцатое. Сегодня у нас одиннадцатое декабря. И стикеры рядом лежат на всех остальных колбасных изделиях. А рядом лежит открытая грудинка. Стикера на ней нет, и она лежит абсолютно открытая, вот так на полке. Здесь рис сварили, тоже запаковали. Стикер есть. «Вчера готовились к приезду ревизора?» «Да». «Да». «Знали о нас уже?» «По всему городу ходят слухи». «Ну да». «Здесь же стоит открытая сметана, открытое молоко. Когда открывается любая упаковка, на нее клеится стикер. Здесь этого нет. И здесь лежит зелень. Это свежее». «Да». «Где купили?» «На рынке». «Вы на рынке покупаете продукты? А накладные на них?» «Ну это я не знаю, это администраторы». «В одном пакете с рынка. Смотрите, что лежит. Творог, открытое мясо. Вот его какая упаковка. И сверху лежит зелень. Это категорически неправильно. Так нельзя делать. Микроволновка. А в микроволновке что-то лежит. Как-то неприятно мне пахнет. «Это у нас на разморозке стоят». «А вы размораживаете прямо с пакетом? А если температуру выше поставить, что получится сразу рыба с пластиком? Фирменное блюдо от Чикаго?» «А в этом кульке что? Кусок говяжьей печени. Печень вместе с рыбой в микроволновке в целлофановых кульках. Вопиюще неправильно». «Ну седу сюда. Мне не только меню надо, мне нужна еще жалобная книга». «Доброе увязковое принесение». «Спасибо. Я слышал о том, что у вас тут была какая-то перестрелка. 9 мая это было». «Ну, я не знаю ничего вам сказать не может по этому поводу». «Вы не интересуетесь судьбой собственного ресторана?» «У меня не было тут. Я ничего не могу вам сказать». «Хорошо, Наташа, спасибо. Я посмотрю еще меню. А вы пока спросите, может кто-то знает? Спасибо». «Эта тема здесь очень резонансная, потому что возле кафе Чикаго была перестрелка. И о ней писали везде. Наталья почему-то не хочет об этом разговаривать. Я уверен, что она слышала. Может быть, в книге жалоб кто-то написала о том, что здесь было 9 мая? Вырванная страница? Вот так поступают с книгой жалоб? Запись октября 2014 года. Уважаемый директор, обратите внимание на… «Ну, все меня. Тихо, 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 тихо. «Чей заказ выполнили?» «Вы кто? Вы кто?» «Какой заказ? Здравствуйте. Я Вадим Абрамов, идущий, ревизай. «Тихо, тихо, 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 я здесь». «Верните книгу, пожалуйста». «Вы кто?» «Последствую, я не буду. Кафе еще не будет». «Почему не работаю?» «Чей ты заказ выполнили?» «Какой заказ?» «Вот такое вот общение. И свет еще выключил. Вам в темноте хорошо сидеться?» «Это ненормально, когда выключают свет». Много было хороших рекомендаций по поводу этого кафе. Решил в первый раз прийти с женой, посмотреть, что тут как-то. Потому что я в отпуску нахожусь, а воюю сейчас в АТО. «Я сказал, если подожду пару минут буквально. Если нет, мы просто в своем выходе». «Это абсолютно правильно». «Я клиент, я хочу, чтобы нормально сидеть и идти на тепло». «Хорошо, спасибо». «Не за что». «Но попытку поесть я все-таки предприму. Пойду сам делать заказ. Что у вас со светом происходит?» «Есть по рыбой ему быть». «Я волнуешь меня со светом происходит?» «Идите ко мне, если вы хотите со мной поговорить, подойдите». «Да ты меня на себе не знал, если мы разговариваем». «А вы кто?» «Тебя волнует?» «Ну, если вы со мной разговариваете, меня...» «Клиент!» «Вы клиент? Хорошо, я тоже клиент. Наташа, кто это? Это ваш директор? Как его зовут?» «Я на...» «Что у вас будет быстро приготовить?» «Вас служат сегодня не будет». «Вы кто? Вы можете сказать?» «Я хозяин, я устраиваюсь». «Вас как зовут? Меня Вадим зовут». «Хорошо». «Здравствуйте». «Здравствуйте». «Меня зовут Вадим Аврамов, программа «Ревизор». «Державная служба охороны». «Кто вас вызывал?» «Здравствуйте». «Здравствуйте». «Отти люди завяжают, ну, спасибо. Я хочу, чтобы они покинули меня. И я маю на сохранное право». «Мы выехали просто по сигналу, что идет порушение громадского то-то порядка». «Никакого нарушения не было. Журналисты работают». «Ревизор снимаем. Проверяем Бердичев». «Спасибо большое». «Класс. Я тоже так думаю. И вам спасибо. Все. Мы все сняли. Идемте». «Я проверил кафе Чикаго в Бердичеве». «Цены». «К сожалению, мне не удалось сделать заказ. Но по памяти салаты здесь стоят около 20 гривен, а чашка эспрессо – 8». «Чистота». «На кухне мне признались в том, что ждали ревизора. Поэтому были вымыты рабочие поверхности, вытяжка и даже пол под духовкой». «И самое основное – обслуживание». «Встретили радушно, а потом прибежал неизвестный и испортил все впечатление от местного гостеприимства». «После всего пережитого рекомендовать Чикаго в Бердичеве ревизор не может». «Кто ты такой вообще? Если бы я пришел к этому бородатому домой, квартиру взорвался вот так, я бы посмотрел на его поведение. Это то же самое. Вы пришли ко мне домой. Я прав?» «Ви, кстати, правый или не правый властник ресторану Чикаго мы сейчас попробуем. У нас есть его зять, который, кстати, помогает открывать этот ресторан и даже придумал его название Чикаго. «Игорь Шафранцкий!» «Игорь Шафранцкий!» «Игорь, я пытаюсь быть неупередженным, но, переглянувши этот сюжет, мягко говоря, трешки неадекватная поведение вашего теста, возможно, можно было все это самое сказать трешки иначе?» «Возможно, можно было сказать что-то трешки иначе, трешки не иначе. Ну, для начала я хочу извиниться в том, что он не приехал, человек заболел и сейчас лежит в больнице. Он должен был здесь быть. Ситуация получилась такая. Человек заходит в собственное кафе, в котором видит непонятных людей, которые занимаются, неизвестно, что они тут делают и как. Этот волосатый фреймут, ну, что-то кому-то довел уже девочку эту бедную официантку. Вы продолжаете оскорблять? Это у вас семейная с вашим тестем. Бедную официантку. Я вас не перебиваю, пожалуйста, не перебивайте меня. А я вас перебиваю, потому что вы говорите. Представьте, пожалуйста. Давайте я вас познайомлю спочатку всех. У нас сегодня есть эксперты, которые поможут разобраться в ситуации. Директор компании Vertex Hotel Group Ирина Пшинна. Консультант из развития супермаркетов, паня Наталья Кудряшова. Властелец черного пояса по самозахисту успешный харьковский адвокат, паня Наталья Цоцкая. Ну и, в основном, самый знаменитый кулінар сейчас в Украине Михаил Плотников. Паня, яка з вами вступает в суперечку. Это человек, который был на съемках. Меня зовут Иоанна Жижа. Это шеф-редактор программы «Ревизор». Скажите, пожалуйста, все-таки, ну, если сейчас откинуть там образы и так далее. Я не пометил в сюжете, чтобы ревизор, который вы сейчас там говорите, волохатый, неадекватный, чтобы он какого-то себя не хорошо поводил. В спілкувании с официанткой был любезный. Я не уверен, что он довел ее до такого переляканого стану. Я не слышал, чтобы он при входе представился официантке, кто он, что он, и внятно рассказал в спокойной обстановке и зашел в кухню. Официант в данной ситуации растерялась. И она просто не поняла, что происходит. Человек прямо с улицы, на которой в этот день была огромнейшая слякоть и грязь, просто пошел прямо в кухню. Простите, Игорь, а вы были в кафе в тот момент, когда приехала группа «Ревизора»? Я подъехал, когда уже приехала программа «Страсти по ревизору». К сожалению, у вас там не было. В тот день в будущем была неплохая морозная погода, у нас была чистая обувь, у нас была спецодежда, шапочки, халаты, перчатки. Мы пришли, представились любезнейшей Наталье, познакомились со старшим поваром, показали пресс-карты, документы, редакционное задание и беспрепятственно вошли на вашу кухню. Там мы провели в общении с вашим коллективом, с коллективом вашего тестя, около получаса. И не сказать, чтобы у вас криминально грязная кухня. Нет. И все могло закончиться иначе. Если бы не агрессия, если бы не нападение на группу, если бы не вызов охраны, с чего вдруг? Любое негативное проявление встречается еще раз негативным каким-то ответом. АПЛОДИСМЕНТЫ Человек зашел в собственное кафе. АПЛОДИСМЕНТЫ Человек представился клиентом. На прямой вопрос ведущего в присутствии камер. Кто вы? Представьтесь, как вы себя ведете. Почему вы распускаете руки? Я клиент. Это у вас контингент такой в кафе? Это не контингент у нас такой в кафе. Я очень надеюсь. Если бы ваш этот человек... АПЛОДИСМЕНТЫ Это ведущий программы «Ревизор»? Я ведущий программы «Ревизор». Представился, ждал 5 минут, ждал своего директора, и все. Конфликт был бы исчерпан, вы бы провели свой ревизор. Я дозволю себе тречки втрутися в ваш цикавий диалог. Вадим, мы все это видели, каже, я Вадим Абрамов, ведущий программы «Ревизор». А вы кто? Тебе калише? Поведение ведущего спровоцировало поведение директора. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас есть человек, который немного больше за нас с вами тянет в юриспруденции. Пан Наталь, вы адвокат, юрист. Скажите, пожалуйста, в поведении «Ревизора» было что-то такое, что могло спровоковать на подобную реакцию? Что он сделал не так? Я даже не скажу, что я этого не увидела, этого просто не было. АПЛОДИСМЕНТЫ Сидит человек за столом и держит в руках книгу отзывов и предложений. К нему подскакивает другой человек. Вот вся поведенческая модель этого человека говорит о его неприкрытой агрессии, которая впоследствии может окончиться каким-то физическим воздействием на человека. Что компрометирующего было в том, что Абрамов сидел и держал в руках книгу? Что спровоцировало? А я просто скажу, что в нашем шоу, пани Наталь, не за наших, не за немцев. Вона просто себе сбоку сидит, дивится и коментует. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот вы, как человек, скажите, вот что было провокационного? Ну, у компрометирующего ничего не было, то, что он держал книгу. Ну, может, это ваш Абрамов и вырвал этот лист из этой книги. А это мы спровоцировали. Смотрите, мы не говорим в сослагательных. Не может быть. А может быть, это ваш собственник вырвал эту страницу. А может быть, это были вы. А может быть, это была какая-то информация, которая компрометировала ваше кафе или раскрывала какую-то грязную правду об этом. Мы можем так предполагать до бесконечности. АПЛОДИСМЕНТЫ Я своими ушами вот этими слышала, что он сказал, я клиент, а тебя волнует. АПЛОДИСМЕНТЫ Я, власне, собі ось оміркую, что, как бы там ни случилось, и какие бы ни случились словесные перепалки, диалоги между властником и ревизором, это все равно не должно зачипать гостей вашего заклада. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы видели в сюжете, как вымокалось светло и так далее. И это причиняло довольно серьезные незручности гостям. Миш, ты бы повернулся в такой заклад, где ты пришел с женщиной повечерять, а тебе выключают светло? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, конечно, нет. Странная ситуация. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня такое впечатление, что нервы владельцы на пределе. Но, по большому счету, если я был бы клиентом, то не исключена была такая конфликтная ситуация. Ну, мог бы и в морду дать. Честное слово. АПЛОДИСМЕНТЫ Он же мужик. А что он ведет себя, как истеричка? Ну, пришли уже. Так сделайте так, чтобы снизить риски. Знаете, это как с налогами. АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, есть такое правило настоящего игрока. Нельзя обеспечить себе выигрыш. Можно минимизировать проигрыш. АПЛОДИСМЕНТЫ Так вот, в этой ситуации, в этой ситуации надо было его минимизировать. АПЛОДИСМЕНТЫ Он из себя сделал, ну, такого монстра над ним смеяться будет. Вы здесь сидите и, на мой взгляд, ждете себя не очень естественно. Вы понимаете всю суть проблемы, но вы за своих. Вот это из 90-х, правда. Я знаю правду, но пацаны с двора сказали, что белое – это синее. Поэтому я буду стоять на этом до конца. Вам же неудобно. Вам же стыдно. Ну, не может не быть стыдно за такое поведение. АПЛОДИСМЕНТЫ Ладно, он к Абрамову. А что же он канит-то? Что он женщине хамит? Он такой грозный, сильный. Ну, свинство такое, обычное быдлячество такое. И, извиниться бы, знаете, покаянную голову меч не сечет. К чему вы боитесь? Да никто не сказал, что он чего-то боится. Так, вот весь сюжет... Поведение, поведение, безусловно, непринятное. О, давайте начнем правильно себя вести. И попытаемся... Я согласен. Попытаемся как-то выйти из этой ситуации, но хотя бы сохранив ваше лицо. Я с вами согласен. Слава Богу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Поведение... Ну, могло быть и лучше. Можем сказать, что нервный срыв. Приятный тот факт, что Игорь признает, что поведение была негидной. И я просто никогда еще не видел, чтобы агрессия давала какой-то позитивный результат. Я видел, действительно, прекрасный интерьер. Я видел, какие у вас хорошие девчата. Дуже хорошо обслуговывают. АПЛОДИСМЕНТЫ А так, після ось такого, ну, про ресторан Чикаго і далі будуть говорити виключно як про точку, де близько 22.20 поблизу ресторану Чикаго виникла суточка між кільками місцевими жителями, і нарешті двоє з них зробили по кілька пострілів. Мені здається, що краще говорити про те, що був ревізор і все закінчилось добре, аніж бути точкой, яка фігурує у кримінальних хроніках. Тому, Віталію, від нас передавайте побажання найщирішого одужання. Це абсолютно щиро. І ми сподіваємося, що коли наступного разу хтось з нас тут присутніх, чи тих, хто дивився сюжет по телевізору, приїде у Бердичів, у Чикаго, то подібної поведінки від нього ми вже не побачимо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дякую.